Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение Евангелия Иоанна, третья глава. Напомню, что вторая глава говорит о том, что Иисус Христос приходит в Иерусалим и совершает там множество чудес, и в результате люди, которые видели чудеса, были их свидетелями, они уверовали в Него. Однако в то же время Господь понимает несовершенство, непостоянство этой веры, зная внутреннее состояние каждого человека. И указания на всевидение Иисуса Христа и недостаточность веры, опирающие только на чудеса, являются иллюстрацией или сродоведением в последующую беседу с Никодимом. Будучи фарисеем и членом Синедриона, Никодим не решается прийти к Иисусу Христу открыто. Возможно, он не желал огласки, но, скорее всего, он хотел поговорить Иисусом так, чтобы никто не мешал их разговору, что днем в присутствии большого скопления людей, постоянно окружавших Иисуса Христа, было просто-напросто невозможно. Итак, к Христу Никодиму приводит не случайное любопытство, а вера в Него. Он обрещается к Нему «Рави! Рави! Мы знаем, что ты учителем пришел от Бога, ибо таких знамений, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Итак, важно, что Никодим был членом Синедриона, то есть высшего религиозно-политического совета того времени, и тем не менее он обращается таким образом к Иисусу Христу, Рави, который сам даже назовет его еще чуть дальше учителем израильским. И в том, что Иисус, как учитель, превосходит его, Никодим убедился в виде те чудеса, которые он совершил в Иерусалиме. Их необычность явила его единство с Богом, а стало быть и божественное происхождение его учения. Ты от Бога пришел учителем, ибо те знамения, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. На что Иисус ответил, что увидеть Царство Божие необходимо родиться свыше. Дело в том, что одно и то же греческое наречие означает «вновь и свыше». Никодим понимает эти слова буквально, ему известно только одно рождение, поэтому слова Иисуса Христа его озадачивают. Как может человек родиться, будучи стар, может ли он вновь войти в утробу матери своей? Но рождение, которому говорит ему Иисус, это не рождение от женщины, а от воды и духа. Без него невозможно войти в Царство Божие. Иисус отвечал «Истинно говорю тебе, если кто не родится, от воды и духа не может войти в Царствие Божие». Здесь мы встречаемся тоже с одной из характерных для Евангелия Атеана особенностей. На самом-то деле в Евангелии Атеана Иисуса Христа не понимает никто. Ни Никодим, ни Самарянка, ни апостолы, ни законники в Иерусалиме, ни толпа паломников. И это не случайно. И мы поймем причину этого в буквально ближайшие минуты, в следующих стихах. Дело в том, что все, о чем говорит Иисус Христос в Евангелии Атеана, относится к будущему. И представим себе на минутку, что нам, может быть, еще лет 20, когда мы искали еще две копейки, чтобы позвонить, говорили бы о сотовых телефонах, о том, что мы имеем возможность связаться с кем, не прибегая к международной связи. Наверное, для нас это носило бы полуфантастический характер. И эти слова были у нас смущения. Понятно, что будущее, если оно неизвестно, то его трудно принять, и так вот можно скептически к нему относиться. И поэтому, собственно говоря, Иисус Христос в Евангелии Атеана раскрывает спасительное значение своего прихода в мир. Назначение своей смерти, смысл воскресения и всего, что с этим связано, всех спасительных действий, всех последствий его искупительных деяний. И поскольку это еще не наступило, поскольку это еще не произошло, люди зачастую не понимают, о чем идет речь. И для того, чтобы принять слова Христа, необходима вера. И дальше он и указывает Никодиму на необходимость веры для того, чтобы принять все то, что он говорит. Что же это за рождение от Духа? В стихе 6 мы встречаем более подробное рассмотрение. Рождение от плоти есть плоть, а рождение от Духа есть Дух. Собственно, это тоже, о чем мы с вами читали в вступлении, в прологе в Евангелии Атеана. 1.12. Всем же, кто приняли его, дал им власть стать детьми Божьими, верующими во имя Его, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога были рождены. И рождение свыше означает не переход в новое физическое состояние, чисто внешне с человеком ничего не происходит, а в новое духовное состояние. Человек заново получает жизнь, но уже не от своих родителей, а от Бога. И в результате этого рождения человек становится соприроден Богу, делается духовным, таким же, как его Небесный Отец. Его начинает учить Дух непостижимым для Него образом. И, конечно, то, о чем говорит Иисус Христос, неизвестно Никодиму, поэтому закономерен вопрос, как может это быть? И в ответы Христа мы слышим упрек, кто учитель израильский, и этого не знаешь. Как учитель израильский, он должен был знать об осуществляемом Богом спасении. Истинно, истинно, говорю тебе, продолжает Иисус, что мы знаем, о том говорим, и что видели, о том свидетельствуем. И свидетельства вашего вы не принимаете. Если я сказал о земном, как поверите, если скажу вам о небесном? Итак, мы видим, что вот эта указанная уже нами тема веры, доверие к словам, она выходит здесь на передний план. Иисус Христос сообщает, что он рассказывает лишь то, что видел. Если я о земном сказал вам, и вы не знаете, как вы поверите, если расскажу вам о небесном? Под земным здесь можно понимать слова о крещении, о необходимости рождения свыше. Но это крещение, оно открывает человеку доступ к Богу, поскольку делает его чадом Божиим. И указав на неверие ему, Господь объясняет значение и спасительности веры в него. Бог послал Сына в мир, чтобы мир был спасен через него. В основании спасений лежит любовь Бога к миру. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, чтобы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, Бог отдает Сына для того, чтобы Он свою жизнь передал другим. И для того, чтобы каким-то образом объяснить эту истину, которая, конечно, не просто могла быть воспринята, Господь обращается к образу медного змея. Как Моисея вознесел змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий его не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь мы видим отсылку к рассказу о том, как во время путешествия из Египта люди Израиля были малодушны, жаловались, роптались, жалели о том, что они ушли из Египта. И Бог в наказание на них наслал змею, укос которой был смертельным. Народ раскаялся, молил о пощаде, и Бог научил Моисея сделать медного змея, выставить его в середине стана с тем, чтобы всякие, если его ужали от змея, могли взглянуть на него и остаться в живых. И в контексте беседы с Никодимом этот образ имеет двойное значение. Первое. Отец дал сын в миру, чтобы, как Моисея дал пустыне змея, люди получили избавление от гибели. Но здесь говорится еще раз. Здесь говорится, что змей был вознесен, так и сын человеческий будет вознесен. Для нас привычным является понимание вознесения, как восхождение Иисуса Христа на небо в сороковой день после воскресения. Но в Евангелии от Иоанна вознесение – это прежде всего Голгофа. И там прославление и уничижение рассматриваются как единый акт. И поэтому под вознесением, не только здесь, но и в других местах, понимается именно подъятие на крест. То есть крест – это первый шаг будущей славы. Именно крест отрывает Иисуса Христа от земли. И посредством смерти сын передаст свою жизнь миру, чтобы каждый верующий имел в нем жизнь вечную. И надо сказать, что эти слова, которые, может быть, нам кажутся, не совсем имеют прямое отношение к предыдущей теме, к предыдущему вопросу рождения от воды духа, на самом-то деле напрямую с ним связаны. Потому что для этого надо вспомнить слова апостола Павла. Это послание к Риму, 6 глава, 4-12 стихи, где он говорит о крещении как в соучастии в смерти и воскресении Иисуса Христа. Для того, чтобы жизнь покинула человека, человеку необходимо умереть. Так и Сыну Божию нужно умереть, чтобы его жизнь перешла к людям. И именно эта жизнь и сообщается людям в крещении. «Спасение включает в себя и избавление от будущего суда. Верующий в него не судится», говорится дальше, 3,18, «а неверующий уже осужден». И важно, что, объясняя причины к неверии, Господь обращается к образу света, который нам уже знаком. Свет Божий делает явным то, что можно спрятать во тьме. То, чем живет человек, стремление его души. А присутствие света разделяет людей на тех, кто идет к свету и делает добро, и тех, кто делает зло и боится света. Суд же стоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, что не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явлены были дела его, потому что они в Боге соделаны. Итак, для тех, кто поступает по правде, нечего скрывать. Свет им не страшен. Они идут к свету и веруют в свет. И мы видим, что в контексте этой беседы любовь Бога к миру, она поставлена ненавистью людей к свету. Бог отдает своего сына для того, чтобы мир был спасен. Но люди больше возлюбили тьму, и поэтому они не принимают, поэтому они отторгают свет. И еще раз возвращусь к структуре этой главы. Господь говорит о необходимости веры в него. Дальше он раскрывает спасительное значение веры, благодаря которой люди получат жизнь через его крестную смерть, которая называется вознесением. И третье он говорит о причинах неверия. Следующий отрывок четвертой главы возвращает нас к тому, с чего это Евангелие началось, с свилиства Иоанна Крестителя и к его ученикам. Четвертая Евангелие содержит указание на ранние проповеди Иисуса Христа в Иудеи параллельно и одновременно с проповеди Иоанна Крестителя. Другие евангелисты говорят о том, что Иисус Христос начал проповедовать в Галилее лишь тогда, когда Иоанн уже был взят под стражу. И возник спор учеников Иоанна с иудеями по поводу очищения. Эти очищения, очевидно, не относились к крещению, а скорее к ритуальным умовениям, умовениям, которые упомянуты были в связи с чудом в Кане Галилейские, где вода, которая превратилась в вино, как раз и предназначалась для таких умовений. Иудеи, наверное, утверждали, что они и так выполняют различные ритуальные обряды умовения и к чему им еще дополнительные новые, то есть то крещение, которому призывал Иоанн Креститель. Кроме того, Иисус Христос уже начал свое служение, вокруг него собирались ученики, часть из них, как мы знаем, была учениками Иоанна Крестителя, и его успех, очевидно, рождал некую зависть, неприязнь со стороны окружения Иоанна Крестителя. И это чувствуется в том вопросе, который ученики Иоанна задают ему. 3.26. Рави, тот, который был с тобой по ту сторону Иордана, о котором ты засильствовал, вот он крестит, и все идут к нему. И в ответе Иоанна открываются его духовные величия и благородства. Он говорит о том, что даже если известность Иисуса Христа ширится, то такова воля Божия, с этим необходимо согласиться. 3.27. Иоанн сказал ответ. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами не свидетельствуйте о том, что я сказал. Не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия та радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земной есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий свыше есть выше всех. Итак, Иоанн Креститель не объясняет своим ученикам, почему же Иисус крестит. Он говорит только на превосходство его личности над собой. И те, кто принимают проповедь Иисуса Христа и верят ему, они получают спасение. Потому что дальше мы читаем. Все, что он видел и слышал, о том свидетельствует. Никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не меры дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Итак, для того, чтобы иметь жизнь вечную, необходимо не только согласиться креститься, но и стать учеником Иисуса Христа. То есть мы видим, что по сути своей тематические слова Иоанна Крестителя продолжают то, что мы слышали с вами в беседе с Никодимом. Жизнь, жизнь Божия, она переходит через Сына, благодаря вере. И надо сказать, что эти два отрывка третьей главы, они имеют свои параллели, две части. Это тоже такой характерный момент, когда мы видим одно как бы завершают другое, одно подтверждают другое. Разговор Иоанна Крестителя с учениками на берегу Иордана в изложении, в композиции евангелиста Иоанна подтверждает то, что Иисус Христос говорил Никодиму в ночной беседе. Но здесь еще важно то, что в этом отрывке, в этой главе мы с вами встречаем важнейшие номинования Иисуса Христа, мимо которых обычные читатели проходят мимо или не придают им значения. Но на самом-то деле, конечно, это все чрезвычайно важно, потому что за этими именами стоит определенное значение, потому что благодаря ним мы понимаем личность Христа и то, кем он является. И прежде всего, он говорит о себе как о сыне человеческом, сущем на небе. Сын человеческий – это наименование, которое взято из 7 главы книги пророка Даниила. Там причудливые звери сменяют друг друга в необычном видении, и эту вереницу причудливых зверей сменяет, замыкает сын человеческий, который приходит во славе. И эти звери, такое толкование, да и сам пророк, являются величественными империями древнего мира, но сын человеческий, он сменит всех их, потому что он установит Царствие Божие. Здесь же Иисус Христос называется Учителем. Он действительно Учитель, и не случайно поэтому говорится о том, что тот, кого послал Бог, говорит слова Божие, и не меру Бог дает Духа, 3.34. И, наконец, он Мессия, он Жених, и в то же время он Единородный Сын. Тоже одно из важнейших наименований, которые мы встречаем в беседе с Никодимом, 3.16. Итак, несмотря на некую простоту, кажущуюся тем, это повествование, 3 глава 4 Евангелия, она буквально насыщена различными утверждениями, которые раскрывают назначение прихода Сына Божия в мир. И мы видим здесь целую палитру имен, титулов, определений, раскрытия которых, конечно, можно посвящать много времени, что у нас просто нет возможности, но не отметить это было бы, наверное, неправильно. Продолжение следует...